Возможность свободно дышать, а значит полноценно жить, получили в нашей стране сотни больных детей. Впервые в отечественной практике врачи пересадили ребенку легкие взрослого человека. Операцию провели 13-летние девочки. Речь идет о генетическом заболевании, муковисцидоз. Лечить его невозможно. Единственный способ это трансплантация. Раньше такие больные дети были обречены. В редких случаях доживали до 15 лет. Но теперь можно говорить, что у них есть будущее. Репортаж Марина Светлой. Первые робкие шаги по коридору после операции в руках Кати, ее рисунки в руках мамы, как и последние два года. Баллон с кислородом. Сегодня он больше не нужен девочке, чтобы дышать. Но и до сих пор кажется, что воздух без этих трубок может кончиться. Лиши поглубь. Желательно в том. Каждый вдох все еще с болью. Но врачи обещают, скоро она утихнет. У маленькой Кати новые легкие. Девочке пока сложно говорить, но она очень хочет сама рассказать свою историю. Внутри было тяжело втуга. Дянуло все. Вдохнуть не могла. Сейчас легче. Из-за неизлечимого генетического заболевания, муковисцидоза, Катя почти сразу после рождения стала плохо дышать. Болезнь поражает все органы и в первую очередь дыхательную систему. Школу пришлось заменить домашним обучением, а все общение со сверстниками – перепиской в интернете. Еще недавно диагноз звучал как приговор. Постояние ухудшалось каждые 2-3 месяца. Тяжело ходить, тяжело дышать, тяжело подниматься, разговаривать. Спасибо врачам, которые нас взяли. Верили, что у нас все получится. Мы прекрасно понимали, что мы первые. Они обращались в зарубежные клиники, но оттуда пришел ответ. Слишком поздно. Надежды почти не было. В России до этого таких операций тоже еще не делали. Практики пересаживать детские донорские органы в стране нет. А взрослые просто анатомически не подходят. Они больше по размеру. По-другому расположены сосуды. Но медлить было нельзя. Пересадка стала единственным шансом на жизнь. Ее переводили из стационара. Они говорили, что состояние ее оценивали как терминальное. Это значит на грани смерти. Операция длилась около 10 часов. Сейчас пациент проходит реабилитацию. Месяца через 2-3. Сможет кататься на коньках, на лыжах. И мы успеем. Провести операцию удалось за счет уникальной долевой трансплантации. У взрослого донора взяли только части легких. Нижнюю левого и нижнюю среднюю правого. Их расположили так, чтобы они не были сдавлены и могли раздуваться. Это вот снимок нашей Кати. Видите, легкие они такие, как бы дымчатые такие вот. А вот эти легкие после того, как мы удалили оба легких, собственно, и поместили туда легкие доноры. Легкие, состоящие из клеток, не несущих вот этот генный дефект, они не будут подвержены болезни. Это дает возможность вот этому небольшому контингенту, вообще так сказать, неизлечимых пациентов, в частности детей, получить, в общем, совсем другое качество жизни. Вообще выжить. В Министерстве здравоохранения уже признали, это прорыв в российской медицине. Первая операция по пересадке легких взрослому человеку была всего два года назад. Теперь трансплантологи вышли на новый уровень. Я хочу поздравить коллектив Института трансплантологии имени Шумакова с первой в нашей стране трансплантации легких ребенку. Хотелось бы отметить, что всего таких операций в мире менее десяти. И сегодня уже девочка хорошо чувствует, обходится без дополнительной терапии кислородной, гуляет уже. Это не значит, что теперь от болезни можно полностью излечиться. Лекарства все равно придется принимать до конца жизни. Но дети, больные муковицидозом, после пересадки больше не будут прикованы к баллонам и смогут так же, как и другие, играть на улице и ходить на учебу. А Катя, как и мечтала, сможет пойти в художественную школу. В детском отделении трансплантологии Катя пока единственный ребенок, которому пересадили легкие от взрослого человека. Но врачи уже готовы принимать и других маленьких пациентов со всей России. Тех, кому тоже так хочется дышать. Марина Светлая, Елена Штоколова, Сергей Мухин и Дмитрий Кучерявец. Первый канал.